Таджикское правительство было право, когда просило не доверять этим людям. Да смотрите это видео до конца и вы узнаете, какая обстановка накаляется. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. После прихода к власти в Афганистане в августе прошлого года движение «Талибан» увеличилась численность террористической группировки ИГИЛ, сообщил на пресс-конференции в Москве директор 2-го департамента МИДС, специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. По его словам, оценочная численность дошла до 6 тысяч человек, хотя после прихода талибов к власти их число было порядка 2 тысяч. Однако до прихода талибов число игиловцев было за 10 тысяч. Даже навскидку, трехкратное увеличение – это самая негативная сторона развития афганской ситуации, сказал Кабулов. По оценке дипломата, хотя в Афганистане продолжается противодействие правительству талибов, сейчас нет силы, которая может создать противовес нынешней власти. Талибы, продолжил Кабулов, продолжают учиться управлять страной. До них с трудом, но доходит понимание необходимости создания подлинного этнополитического инклюзивного правительства. Но пока они продолжают мыслить категориями победителей и считают, что заслуживают самостоятельно управлять страной. Одним из главных вызовов для новых властей страны, указал дипломат, остается экономика. В условиях, когда гуманитарная помощь доставляется в страну маленькими партиями, а международные средства помощи остаются замороженными, Талибан не может справиться с выращиванием опиумного мака. Хотя Талибан обещал сделать страну свободной от наркотиков. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Благая цель разбивается об обыденности жизни. Вокруг культивирования опиумного мака кормится 5-6 миллионов человек. И лишить их силой этого производства, не дав ничего взамен, это поставит страну на грань серьезной внутренней междоособицы, сказал Кабулов. Пересечь экспорт Талибану вряд ли удастся, указал он, так как наркотрафик организован опытными международными группировками. Между тем, эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов, говоря о завершившейся 26 июля в Узбекистане международной конференции «Афганистан. Безопасность и экономическое развитие» отметил, что если на предыдущих конференциях подобного рода шло обсуждение внутриафганского мирного процесса, то на Ташкентской на первый план вышла необходимость экономического восстановления Афганистана. По его оценке, конференция выявила разный настрой мировых держав. Даже если исключить украинский фон, атмосфера была весьма напряженная. Не сразу было заметно, но в Конгресс-холле не было флагов стран, не было и итогово комьюники, которое бы обозначило общий консенсус. Вместо него было выпущено заявление МИД Узбекистана, сказал Дубнов, принимавший участие в конференции. Тем не менее, во встрече принял участие и представитель США Том Уэст, представитель Китая, стран-соседей Афганистана. А в ходе дискуссии наметилось движение по вопросу о разморозке афганских активов. В условиях противостояния Запада и России именно Ташкентская площадка может стать ведущей в обеспечении диалога по Афганистану. К Ташкенту есть доверие и у Вашингтона, и Пекина, и Москвы, и стран региона, в том числе Пакистана и Ирана, подчеркивает Дубнов. По его словам, Узбекистан намерен продолжать работу и контакты с правительством Талибана. Это укладывается в план их развития. А как Вы относитесь к такой ситуации? Как Вы думаете, есть ли опасность для нас? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии у нас. Пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.